Эвер, эвер, философер. Чё будет-то дальше? Не поместились петухи. Вот так вот. Вот, смотрите. Лонгшоу, Аустин. Я этого даже чувака не знаю, Слоттердайк. То есть тут пошли какие-то вообще редкие чуваки, понимаете? Вольф против Пьера Абеляра. Ну, блин. Ну, блин. Ты самый лучший философ в мире, друзья. Мы уже выбрали Слоттердайк сходу. Там вообще без вариантов как бы было. Теперь у нас здесь выбор между Кристианом Вольфом и Пьером Абеляром. Оба не то, чтобы сильно, знаете, как бы первичные мыслители. Один прям христианин, второй последователь Лейбница, упрощающая его позиция. Но Абеляр, наверное, значительный. Ненавижу аналитических мыслителей. Они банальны, неинтересны, скучны, Платин. Пошел нахер Голковский. Те-те-те здесь не место. Я не знаю, что тут делаешь вообще. Дьюи против Эволы. Эвола интереснее, чем Дьюи. Дьюи, Дьюи, Дьюи мне не нравится. Мне совершенно не нравится всякого рода американская философия. Прагматизм прям мне вообще не прет. Лучше традициональный... Лучше сумасшедший традиционализм, чем скучная вот эта вот английская херня. Вообще не какущая. Квайн эти один из самых интересных аналитических мыслителей. Да, вкусовщина, друзья, конечно. А что делать? Квайн интересен. Но Гадамер на меня повлиял больше. Спиноза хорош. Гадамер на меня повлиял больше. Герменефт. Герменефт. Один из самых крупных герменефтов 20 века. Мы берем Гадамера. На обоих плевать, честно. Что Леотар, что Вебер. Но Леотар больше философ. Блин. Я не хочу выбирать Бердяева. Но Лукача я не читал вообще в принципе. Фишера не читал. Фуко. Плотин не основал Неоплатонист. Там сложнее ситуация, как я помню. Франциско Суворески против Пирса. Ну, Пирс пусть будет. Плевать. Джедит Батлер не читал. Макс Штырнер. Один из претендентов на победу. Клод Левистрос. Скучновато. Маркиз Де Сад, как философ. Самое то. Гений. Гений этики. Алан Бадью. Филипп. Я даже прочитать это не могу. Бадью. Берем Бадью просто. А вот тут тяжело. Вот тут тяжело, потому что тут с нами основатель непосредственно основатель феноменологии как метода. С другой стороны основатель эмпиризма как метода, такого европейской философии. Понимаете, у нас тут... Причем этот критиковал вот этого. И на мой взгляд победил. Эмпиризм мне в принципе не импонирует и никогда не импонировал. Слишком поверхностный стиль рассуждения. Гусарь, 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 Гусарь берет. Идет с нами. Оба мало меня интересуют. Бланшета я практически тоже не читал. Латур. Пусть будет Латур. Просто Латур. Оба мне мало интересны. Просто Джерарь. Здесь, понимаете, здесь просто рандом идет. Аристотель. Без вопросов. Без вопросов, Аристотель. Поппер, прости, против тебя основатель самой великой, одной из самых величайших мировых религий за всю историю человечества. Великий мыслитель, не знаю, религиозные деятели, практик Будда, Шакьямуни, создатель чуть ли не целой культуры. Ну если не создатель, то тот человек, который на нее очень сильно повлиял. Плюс создатель, ну тот человек, который повлиял на множество стран Востока, включая Китай, Тибет. Ну и Поппер, кому Поппер? Со своей фальсифицируемостью. Ну, отвратительная херня, конечно, но ни о чем. Ни Грастани не читал, Джеймс идет. Джеймс идет с нами. Ну это даже не смешно. Черн, до свидания. Ну, то есть, философия грусти, как бы, ну, такое себе. Ну, то есть, быть эммо-боем в 20 веке, это как бы такое себе. Анри Бергсон философские исследования полноценные проводил. Здесь тяжело, кстати, а здесь тяжело. Вайтхед со своей, со своей научностью, исследованием, мне, ну, не зашел. Я его читал недавно, и мне вообще не зашло. Мне совершенно не зашло просто. Лосев, 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 Лосев. Что делать с Лосевом? Лосева своей системы нет. Вайтхед пытался создать систему. Лосев, у него интересная диалектика мифа, то есть, это тот текст, который мне интересно читать. Но это при этом не складывается, все работы Лосева не складываются в интересную философскую систему. У Вайтхеда не очень интересная философская система, но она хоть в каком-то виде есть. Я здесь просто по своим воззрениям, по своим, в общем-то, эмпатиям, по своим, в общем-то, предрассудкам, я выбираю Лосева, потому что он мне просто вот ближе. Его диалектика мифа просто намного интереснее, друзья. Намного интереснее, как мне кажется, чем работа Вайтхеда. Но Вайтхед молодец. Ну, то есть, если бы я оценивал это по-честному, наверное, Вайтхед бы победил. Но сейчас Лосев победит. Это по моим, как бы, вкусам Лосев идет. Прогрузись, эй. То есть, без фотки? Маймон. А, это, стоп, вообще зависло? Что? Эй, ну не сбивайся только, эй, мы прошли тест. Маймон. Блин, что происходит-то? Эй. Эй. А где фотки? Шопенгаур. Шеллер, конечно, крут, но Конфуций один из основателей, в общем-то, китайской философии. Один из центральных персонажей этой китайской философии, ну, конечно же, лучше. Ну, Шеллер уже поздняя такая вот традиция. Нахер романтика, ребят? Ну, это не смешно даже. Эпиктет. Именно Эпиктет против Фомы Аквинского. Эпиктет против Фомы Аквинского. Оба вторичные мыслители, в том смысле, что Эпиктет стоик, поздний. Аквинский христианин, который при этом еще и Аристотелю начитался. Но Аквинский более фундаментален. Оба вторичные, но более фундаментален Аквинский, конечно же. Хонт. Оба не нравятся, оба слабые, оба малоинтересные. Ну, вот как-то... Ну, римлянин пусть будет, римлянин. Не люблю эпоху Возрождения. Тут тоже, очевидно, Мирандола мне мало нравится. Любого рода вот эти вот хуманизмы. Не знаю, гуманитарные исследования, которые начались в эпоху Возрождения. Ну, такое. Джордж Беркли, гений эмпиризма, если это можно так сказать. Очень интересный. Джордж Беркли. Один из самых интересных людей, которых вообще называют эмпириками. Оба мне неинтересны. Оба мне, в принципе, неинтересны, Рорти. Редвер спрашивает. С точки зрения христианства, грешники это утилитаристы. Если я попаду в ад, то мою душу поделят на девять частей, что ли? Не знаю, не знаю. Ну, Зак Даумана. Если Фома повлиял на пернауку, это аргумент против Фомы Аквинского, кстати. Тогда бы это был аргумент против. Ну, Лакан, ну, Лакан, ну, Лакан. Ну, мне не нравится. Никола Макеавелли, Государь и то, что я у него читал. Ну, такое тоже себе. Макеавелли пусть дальше пойдет. Чисто интуитивно. Бахтин. Не-не-не. Русские философы не пройдут, друзья. Русские философы не пройдут. Напоминаю вам еще раз. Томас Гоббс. Мощно. Мощно, 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 мощно. Ну, здесь победа очевидна, как бы. Ну, то есть, понятно, что побеждает Эммануил Кант. Хайдегер вторичен. Хайдегер вторичен даже в 20 веке. Хайдегер ссылался на Эммануила Канта не единоразово, как бы. Не единожды, не единожды ссылался Мартин Хайдегер. Мартин Хайдегер прям вот зависим от Эммануила Канта в том числе. Берем Эммануила Канта. Ну, Деннид, ничто, Эпикур, все. Эпикур с нами идет. Греки, греки превалируют, греки побеждают. Не, ну, конечно, конечно, Августин еще так голова. В рамках христианской, в общем-то, догматики он молодец. Но просто Августин не тот, кто основал эту догматику. А Лаудзе, это тот, кто создал даосизм, как бы. Вот, вот, вот громада. А вот это вот один из таких вот последовательных, таких вот представителей своей религии. Хороший, сильный, много идей предложил в рамках этой религии. Но Лаудзе это титан, это бог местный. Давайте заметим, что у Киркегора очень интересный стиль изложения. И поэтому его идеи, в принципе, заслуживают прочтения. Я думаю, многим понравится. Друзья, читайте Киркегора, но Давид Юм громада, конечно. Шпенгаур был. Блин, два чувака, которые должны слететь в первом раунде. Зачем? Чалмерс. Ну, Чалмерс поинтереснее Флоренского. Нахер религиозную философию вообще неинтересно. Вот это совпадение, да? Друзья, ну, блин, ну, Жижик здесь не вывозит. Тут его батя как бы находится. Батя побеждает. Батя побеждает, безусловно. Такая незадача, да? Бывают же такие совпадения. Ну, якобы Беме, это как бы интересный мистик. Очень интересный мистик, довольно-таки интересный для своего времени. Как бы, ну, эпоха Возрождения, мистицизм Беме, ну, это интересно, интересно, интересно. Про Аврору там у него текст я почитывал, по-моему, хорошо. Но Платон, Платон основатель той философской тенденции, в которой мы как бы вот живем. Да, правильно, Августин адаптировал платонизм для христиан, но Загдаума, знаете, в чем дело? Это херня по сравнению с тем, что сделал Лао Цзи. Ну, Лао Цзи сделал то же, что сделал Платон, как бы, практически. Шолема не читал шестов. Не читал этого чувака Шпенглер. Шпенглер мне импонирует, в принципе. Вальтер Бениамин, очень частный мыслитель, Рене Декарт. Ну, то есть, частные мыслители, я их буду сливать, это неинтересно обычно. Бениамин, да, ну. Картезий, конечно, Картезий. Герман Кохен против Руссо. Кохена я почти не читал. Руссо я читал, и это просто отвратительное говнище, которое никому не советую читать. Очень плохо написано, вообще ничего там нет. Ну, просто чувак утверждениями кидается непонятными. То есть, даже очень понятными, но такими отстойными. Верно ли говорить, что Платон вмещает в себя всю христианскую философию Средневековья? Да нет, но нет. Христиане много сами придумали. Просто Платон лег в основание. Это Платон один из столпов христианской философии, так скажем. Ну, Руссо просто потому, что читал. Ну, блин, ну, слушайте, ну, Гегель, Гегель против Неокантианса. Ну, как бы, лол, кек, конечно, 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 Гегель. Хм, Агамбан интересен. Давайте сделаем, упомянем, что Агамбан интересен, но Жан-Поль Сартер здесь побеждает. Величайший человек в экзистенциализме. Джон Стюарт Миль против величайшего секста Эмпирика, который победит в этом баттле, я чувствую, если здесь секст Эмпирик, кстати, я не знаю, блин, кто сможет вынести секста Эмпирика? Это абсолютный скептик против тупого догматика, ну, как бы, все. Аналитическая философия вот, вот так вот делает, проиграла только что. И не победит, я чувствую, не победит. Я чувствую, я понял, кто будет победителем. Так, Адорно Шеллинг, не смешно даже, Адорно хорош, но по сравнению с Шеллингом, ну, как бы, ноль. Ну, то есть, я, как бы, не люблю романтиков, романтиков не люблю, с одной стороны. С другой стороны, не люблю Карнапа. Конкретно Карнапа я не люблю, как бы. Выбор тяжелый, потому что оба мне не нравятся. Общественный договор Руссо написал, да, очень адская херня. Я читал этот текст из Агдауман, это отвратительно. То есть, это слишком просто, это слишком просто для того, чтобы быть философией. Фридрих Шлегель, Фридрих Шлегель, Фридрих Шлегель. Да, у Карнапа аргументы, ну, Шлегель в этом смысле сильнее, потому что аргументы, это как бы, не знаю, это высказывание для умственно отсталых, которые на слова очень легко покупаются. Это люди, для людей, которых очень легко обмануть, как бы. Вот для кого нужны аргументы. Фридрих Шлегель более-более мудр здесь. Блин. Вот этого чувака я даже не читал, окей. Мордашвили читал. Альберт Магнус, я не знаю этого даже чувака, к сожалению. Симона Уэйл, о ней слышал, но, блин, просто красивее этот чувак. Ну, давайте хоть одного аналитического философа так как бы продвинем. Морис Мерло Панти интересен, но мы уже Сартра пропустили вперед. Людек Витгенштейн, громады, конечно. Так и должно быть. Камю не выдерживает. Локом побеждает. Влиятельно, мощно, сильно. Крипки? Не, Лок. Лок более основателен философии. Тяжелый выбор оба вторичных мыслителя, но Фейербаху он не настолько вторичен. Ну, то есть, Фейербах не настолько вторичен, как Дюргейм, он как бы более в самостоятельность куда-то пытался уйти. Хотя там тоже, знаете, такое, такое. Джозефа Мейстра я не читал, Розанов. Без вопросов. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Не, Зак Дауман, я не Эллина Фил, скорее всего, победит кто-то из древних. Хайлайт будет. Я начинал философствовать с Ницш, конечно же, но древние – это куда большая сила. Ну, то есть, абсолютно, ну, те люди, которые были ближе всего к продуктивному мышлению – это древние. В том числе, древние греки. Поэтому, ну, мыслительные способности Гераклита, скорее всего, как бы, выше, чем у Ницши. Бёрк. Бёрк, 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 Бёрк. Я о нём слышал. Я что-то о нём даже читал. А вот Проклус, Лукариус, я его даже не знаю, честно говоря. Джон Дон Скотт. Ну, нет, христиане пусть отойдут погулять пока. Им здесь не место. Христианин не может быть настоящим философом, то есть полностью умыслящим человеком. Юм или Ницше? Ну, Ницше. Ницше круче. Унаму, ну, мне интереснее здесь. Бэ, Батайль, Батайль, Джордж Батайль, Батайль. Я не знаю, не читал или читал. Я не могу перевести это слово Экхард. Ну, Кант был христианином, но... И что? И что? Ну, он не очень хороший мыслитель, на мой взгляд, как и практически все мыслители нового времени. Ну, в чём проблема-то? Ну, кого из вас выбрать? Ну, кого из вас выбрать? Бодрияр. Бодрияр, ну, поздравляю тебя, конечно, ты хорош, молодец, симулякры, все дела. Барт более многофункциональный. Ну, как сказать, древние отвечали на простые вопросы. Просто проблема заключается в том, что последователи древних были в рамках тех или иных тенденций, и поэтому на них эти древние самые повлияли. Ну, вот, у нас тут выбор. Алан Бадью против Плотина. Более основателен Плотин, конечно, у него и система полная есть. До свидания, Оккам. Один из самых лучших христианских мыслителей за всю историю. Я его очень люблю, очень уважаю. Но Гераклит здесь побеждает, потому что он грек. Потому что он древний, потому что он умен, потому что он чуть ли не создал диалектику, создал философию, в которой все движется, и все есть огонь. Это невероятное воображение, это невероятная мыслительная мощь. Ну, против христианского мыслителя, ну, очевидно. Без комментариев. Эмпиризм мне не нравится, Лебнец. Без комментариев. Без комментариев, потому что все понятно в целом. Основатель феноменологии против последователя феноменологии. Как вы так понимаете? Просто у Будды, у буддистов феноменология была задолго до того, как она появилась у Гусарля. Гусарль не то, чтобы это все своровал. Не то, чтобы это все своровал, но он просто пришел к похожим каким-то идеям. Какой тур? Ну, мы только на второй вышли, друзья, на второй тур. Одна тридцать вторая, одна тридцать вторая сейчас. Ну, тут понятно, то есть громада, которая создает культуры против мыслителя, который создавал буквально один философский метод, пусть и очень хороший, интересный. И, конечно, Будда. Никаких шансов просто. Ну, Паскаль не философ, у него свои какие-то отдельные идеи были, системности никакой не было. Витгенштейн здесь побеждает. Витгенштейн проходит дальше. Пирс, до свидания. Барт мне ближе. У меня ближе его концепция мифов, например. Да, 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 Барт, 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 конечно, Барт. Зигмунд Фрейд, как философ, хорош. Более последовательен и целостен, чем Фуко. Фуко, по-моему, он разбредается по разным темам, разбирает разные вопросы. Ну, Фрейд. Фрейд, Фрейд, Фрейд. Фуко, Фрейд. Гегель-идеалист. Гегель-идеалист. Не очень люблю идеалистов, честно говоря. Давид Юм тоже не скептик, как бы. Честно скажем, он не скептик. Хоть многие его называют скептиком. Хотя у Юма есть множество соображений, по которым можно сомневаться в тех или иных сущностях. Поэтому мы, наверное, знаете, возьмем Юма здесь. Между Гегелем и Юмом мы выбираем Юму. Очень мощный раунд, как бы. Юм предшественник Канта. Гегель уже после Канта идет. И во многом впитывает в себя философию Канта. С ней как-то сражается. Ну, Юм здесь просто вот и основательнее, и древнее. И даже в некотором роде скептичнее, что ли. Понимаете, Юм здесь Юм. Здесь точно Юм. Вообще бешаться, как бы. Дамаскин, всего доброго. Секс-Темпирик побеждает. Без комментариев не очень хорошо. Обоих мыслителей знаю. Агюст Конт идет дальше. Тоже без комментариев. Ну, то есть, не знаю. Монтейн, Мишель против Льва Шестого. Кстати, в жанре вот их писем есть что-то, в их текстах есть что-то похожее. Ну, один из них был раньше. На что собираем? Вот это вот то, что это, это моя зарплата. 42 287 рублей. Это столько денег, сколько я получил в прошлом месяце. И я не хочу получать меньше, друзья. Как минимум. Я хочу еще больше получить, чем в прошлом месяце. Ну, Жан-Поль Сартер, до свидания. Самый великий экзистенциалист. Мне экзистенциализм совершенно не интересен. И Жан-Поль Сартер вместе с этим экзистенциалистом, в общем, экзистенциализмом, к сожалению, отходит, ну, на второй план. А кем я работаю? 42 тысячи я на стримах получил. Вот я о чем говорю. Здесь Беркли. Беркли интересен со своим восприятием, со своей теорией, в общем-то. Да, Беркли, Беркли, конечно. Опыты Монтэня. Да, они интересны. Можете почитать. Это, конечно же, не скептицизм. Нельзя это называть скептицизмом. Но вот, опыты Монтэня хороши. Ну, Абелярд частный мыслитель в рамках непосредственно Средневековья. Он хороший, он интересен. Он предложил решение проблемы универсалий, ну, и номинализма. Ну, он молодец. Но Рене Декарт, это, конечно же, более крупная персона начала нового времени. Силен, 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 безусловно. Томас Гоббс. Дадим ему почести за его политическую философию, за его философию тела, за некий такой материализм. А Платон побеждает, потому что он древний и он круче. Бердяева слить надо было уже давно. Мастер Экхарт. Большое почтение мастеру Экхарту. Мастер Экхарт. Хороший мыслитель христианский, один из самых лучших и интересных. Кстати, мне нравится читать тексты мастера Экхарта. Отличная мистика, очень смелый и очень нехристианский, что главное, что тоже интересно. Выдающийся. Очень похоже, что он претендовал на знание философа, но Конфуций. Один из тех, кто основал китайскую культуру. Вот он. Вот он, гигант. Маркиз Десад. И какой нахер Чалмерс? Чалмерс, это ж смешно. Но, блин, этические письма какие-то, хер пойми, для чего нужные. Ну, то есть, скучные, вообще, к черту нужные. Против Фирбаха, который проводил и другие философские исследования, у которого было больше различных философских, в общем-то, достижений. Конечно же, понятно. Не, я еще не вступил в ЛДПР, но надо бэкант. Джерар, к сожалению, вообще проигрывает. Если бы я Латура хорошо читал Маккиавелли. Маккиавелли я хотя бы хорошо прочел. Здесь уже такое. Кстати, очень знаковое противостояние, между прочим, Эпикур против Артура Шопенгаура. Несмотря на то, что Эпикур древний, но он довольно-таки поздний из древних, понимаете. Это человек, на которого было оказано влияние Демокрита, например. Это человек, на которого было оказано влияние, видимо, сократовских школ различных. То есть, Эпикур вторичен. Шопенгаур преодолевает рационализм своей философии. Шопенгаур в этом смысле, ну, громада. Громада именно вот в нашем, в нашем таком более современном мире. Артур Шопенгаур покруче Эпикура будет, на мой взгляд. Пусть Лосев пройдет. Рорти я мало читал. Шпинглер, последователь, в общем-то, и Ницше, и Гёте во многом. Чуть ли не основатель культурологии. Очень сильный автор, очень сильный автор. Невероятно сильный. Его культурологические работы меня прям вот... Закат Европы отличная книга, но это культурология, это одна область. Шеллинг разбирался во многих областях и много чего основал. Шеллинг идет с нами дальше. Слаттердайк, философ современности, хороший, интересный текст сферы, но по сравнению с громадой Макса Штырнера, который, ну, по сути, переворачивает философскую игру, ну, Петер Слаттердайк, это вот-вот маленький персонаж. Бёрк, до свидания. Ну, блин, отец против сына, но здесь как бы... Сын превзошел отца своего во всех смыслах. Тут спорить бессмысленно. Не знаю, кто это. Отлично, Пиржок, дела. Привет, как дела? Спасибо, спасибо за 10 рублей, отлично, дела. Я надеюсь, еще кто-то за это... Закинет деньги. Ну, на Муна, конечно, весело, но... Джордж Берли. Не, ну, так нечестно, как бы. Не, ну, так нечестно. Макс Штырнер должен... Претендовал на победу, вообще-то. А, это Альберт Великий, окей, ну, правильно слил, окей, хорошо. Альберт должен был, как бы... Да, текст душный, кстати. Довольно-таки интересно, что он такой душный. Макс Штырнер, ну, как бы, блин, ну, конечно же, крутой, но... Секст Эмпирик, абсолютный скептик. Один из них... Единственный абсолютный скептик, от которого у нас сохранились тексты какие-то, понимаете? Единственный скептик, чьи тексты мы можем почитать, не считая Александра Шадова. Все остальные, как бы, фейки, друзья. Есть Шадов и Секст Эмпирик. Секст Эмпирик и Шадов, как бы, только двое нас. Остальные все, как бы, симулякры скептицизма. И Макс Штырнер, громада, великана. Мы уже проводили непосредственно стрим с нашим замечательным другом Орловым. Про Штырнера я очень много говорил. Один из величайших мыслителей. Вот уже ближе тоже к нашему времени. Хороший. Хороший Штырнер хороший. А Секст Эмпирик лучше. И он, скорее всего, победит. Ну, Мартин Лютер против Аквинского, я не знаю. Аквинский, это, по сути, эклектик такой. Мартин Лютер, да, на самом деле, тоже. Ну, все, неважно. Без вопросов. Ну, Мурдашвили, до свидания, тоже без вопросов. Ну, Метафиска Горилла, понимаете, о Пероне, Тимоне, Неседеме, о Гриппе ходят только слухи. Только слухи они ходят, понимаете, это как бы... Мы о них ничего не можем сказать. А вот Секст Эмпирик тексты полные сохранились. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум ... Кто из них? Кто из них? Кто из них? Кто из них? Роланд Барт. Оба о мифах писали, кстати. О моде. Мода-мода. У Барта-мода. У Барта больше тем интересных. конфуции. Безусловно, конфуций. Вопросов нет по всем уже вышеизложенным причинам. Людвиг Витгенштейн против Геоханса Георга Гадемера. Ну, Витгенштейн со своей философией языка, это, конечно, такое интересное. То есть, поздний Витгенштейн, философские исследования меня прям вот поразили хорошей работой. Языковые игры, кайф, кайфно, придумал, клево придумал Людвиг. Текст, логика, философский трактат мне совершенно не нравится. Ну, вот такое вот. Афоризмы, ничего там не доказано. Ну, окей, понимать логику надо, чтобы понять. Да ну нахер, это какой-то Ницше наоборот. А вот Георг Гадемер работал в проблематике понимания, в той же проблематике, в которой я работаю. Понятно, что Гадемер мне ближе Витгенштейна. До свидания, Витгенштейн. Гадемер идёт с нами дальше. Вообще без вопросов, как бы. Вообще без каких-то... Никаких проблем здесь нет. Воу, 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 воу. До свидания, Шопенгауэр это отличный пессимист, иррационалист, один из, в общем-то, мощнейших-мощнейших мыслителей до Ницше. Но Ницше мы тоже как бы уже слили. Гераклит проходит дальше. Я не знаю, что делать с Шопенгауэром. Он в любом случае не основатель целой культуры, а Гераклит один из таких вот персонажей. До свидания. Блин, Аниады, Плотина очень интересные. Очень много всего. Но Кант. Кант проработал в разных областях философии, сделал какие-то открытия, корректировал, критиковал метафизику. Кант, Кант, Кант. Здесь Кант, наверное. Без вопросов. Вообще без каких-либо оправданий. Ну, Маркиз Десад сливается здесь, наконец-то. Он и не должен был в этом тесте вообще быть. Фейербаху здесь не место. Среди больших дядей. Хороший, хороший, хороший батл. Вот. Аристотель против Рене Декарта. Аристотель против Рене Декарта. Картезий, Картезий великий, конечно же. Картезий величайший мыслитель тоже. Ничего про его плохого тоже сказать не могу. Хотя могу. Он, конечно же, вторичен по отношению к христианской философии. Аристотель перед ней. С другой стороны, Аристотель вторичен по отношению к Платону. Ну, то есть, оба мыслителя не исходят из первичных своих собственных мыслей. Аристотель является чистейшим эклектиком. У него очень много различных областей философии. Он собирает слишком много в себе всяких элементов предшественников. Рене Декар делает то же самое. Аристотель, правда, основательный. Фрейду давно пора слиться. Тут как бы без вопросов. Ну, ёп твою мать, как бы. Ну, Конфуции прости, но секс тем перекруче. То есть, тут тоже без вопросов. Ну, то есть, я не знаю, Конфуции, его моральная философия, политическая. Она хороша, это основание культуры, но... Последний скептик. Последний скептик, как бы, друзья. Последний скептик. Последний скептик против Конфуции. Ну, Конфуции мне никогда особо не нравился. Хоть я его почитаю. Ну, блин, Лао Цзэ против Беркли. Конечно же, Лао Цзэ. Беркли, околорелигиозный мыслитель. Лао Цзэ создатель своей религии. Сократа здесь не было. Ну, Гадамер против Будды, понятно. Гадамер проигрывает, несмотря на свою герменевтику. Герменевтика это, ну, одна область из философского исследования против Будды, у которого всё. У Будды всё. Ну, Платон тоже эклектический мыслитель, идеалист. Он мне как-то вот тоже не импонирует своей философией. А вот Гераклит интересен. Интересен. Логос, Огонь. Гераклит. Платона слили. Лебнис. Без вопросов. Кант. Без вопросов. Шеллинг. Без вопросов. Джеймс давно должен был слиться, я не знаю, что он тут делает. Вот здесь не знаю. Здесь я, честно говоря, даже не знаю, кого бы я выбрал. Аристотель. Это, конечно, создатель попсовой тенденции в нашей, в общем-то, культуре. Чуть ли не предвестник науки. Давид Хюм. Часть этого всего образования. Аристотель, конечно же, наверное. Ну, Фома это Фома. Что с ним делать? Ну, то есть догматик против скептика. Догматик против скептика. Самый крупный догматик за всю историю человечества. Создатель догматичной логики. Создатель догматичной метафизики. Создатель той догматичной тенденции, в рамках которой развивалась вся наша культура. Отчасти. Ну, создатель. Компилятор. Компилятор, так скажем. Человек, который, в общем-то, собрал вот этот вот самый взгляд из различных частей. Против абсолютного скептика. Громадой мысли. То есть абсолютного критика сильнейшего. За всю историю, наверное, человечества. Не считая Александра Шадова. Секс-эмпирик побеждает. Аристотеля разносит в пух и прах. Без шансов. Основатель культуры. Против того, кто не основывал культуру. Лао Цзэ, конечно. Что, Будда? Дальше Будда побеждает. Нет? Кант против Лейбница. Кант против Лейбница. Кант против Лейбница. Да. Интересно. Оба крутые. Оба сильные. Но Лейбница опередил Канта в ряде тем. Друзья, ну как вы понимаете, в чем дело? Лейбница опередил Канта в модальностях. А Кант во многом отсылал свои философии, знаете, к Камо? К Юму. То есть Кант, в основном деле, очень зависимый мыслитель. Его, по-моему, очень сильно переоценивают в истории философии. Ну вот просто потому, что так получилось. Лейбница очень хорош. Лейбница очень хорош. Ну то есть здесь битва двух равных, на мой взгляд. Лейбница тоже не то, чтобы сильно первичен. Но Монодология... Монодология. Монодология это интересно, как бы. Монодология это очень интересный проект. Хоть нихера не доказанный, но очень интересный, как бы. Кант со своими критиками. Ну критика Канта это тоже интересно, как бы. С другой стороны, понимаете? Этика Канта совершенно неинтересна. На религиозное воззрение Канта тоже совершенно неинтересно. У Лебница более интересное религиозное воззрение. Я здесь на самом деле вот реально в тяжелой какой-то вот такой ситуации, потому что у нас два громадных мыслителя здесь сошлись друг с другом. Ну, блин. Я, скорее всего, выберу Канта, потому что я тупо его больше читал. Да никого Кант не разъебал, это он сам придумал как бы, ребята. Потом все повелись, понимаете? Кант придумал, что он там кого-то... О, нет! Нет! Нет, это было случайно. Мне нужно было нажать на мышку, чтобы она актив... Что? А, у меня мышка разрядилась, я понял. Блин, ребят, Лебнис прошел случайно. Мы его сольем в следующем раунде все равно как бы. Лебнис не должен был пройти. Это была вообще случайность, как бы неожиданность. Вообще непонятно, как это произошло. Эй-эй-эй-эй-эй. Ща, будет работать мышка? Да, работает. Боже мой. Ну, блин, Будда мне ближе к Гераклиту, честно скажу. Будда ближе к Гераклиту. Будда более глубокий, более многогранный. От него дошло больше всего вообще, чего только можно. То есть люди, которые следовали за Буддой, называют себя буддистами. Люди, которые так или иначе используют идеи Гераклита, не называют себя гераклитианцами. То есть у последователей Будды придерживаются некоторой вроде бы целостности своих концепций, хоть их и очень много. Будда, 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 опять же. Неважно, Кантом или Лебнец, тут Будда. Лао Цзи против Секста Империка. Ну, Лао Цзи один из основателей культуры. Против абсолютного скептика. Человека, который находится вне культуры. Это финал, друзья. Это на самом деле финал. Кто там дальше остался, я уже не помню, но вряд ли они пройдут этих двух. Сейчас, я думаю, мы определяем победителя. Вот в данный момент. Абсолютный скептик Секста Империк. Вне культуры, вне каких-то философий. Абсолютный титан. Лао Цзи, абсолютный титан, тоже отчасти скептик. Создатель даосизма, религии целой. За ним последовал Джуан Цзи, тоже гениальнейший мыслитель. Ну, то есть у нас тут сложная ситуация. Сложная ситуация. На самом деле очень сложная ситуация, потому что критериев выбора-то нет. Я просто так это наугад херачу. А вы думаете, что как бы все работает? А я и наугад херачу. Да, да, да. Не, Лао Цзи очень хорош. Лао Цзи очень хорош. Понимаете, в чем проблема Секста Империка? Сначала был Перрон. Перрон. Потом был Эниседем. Потом был Агриппа. Там еще Тимон где-то был, я точно не помню. И потом только, очень потом был Секста Империк. Секста Империк далеко не первый скептик. Вот такого духа перроновского, понимаете? Я скептик не перроновского духа. Я-то, я скептик не перроновского духа. Я прям вообще в противоположную сторону от перрона в итоге двигаюсь в своем скептицизме. Я другой. А Секста Империк вот совсем уж погрузился в эту самую критику. Очень сильно погрузился во все тропы, которые были, в общем-то, до него. Сам тропы не придумывал. То есть, Секста Империк хоть и громада, но это последний скептик. А Лао Цзи первый даос. Первый даос против последнего скептика. Как он такое? Лао Цзи. Лао Цзи. Здесь Лао Цзи. Да. Да. Если бы Перрон был против Лао Цзи, был бы Перрон. Победил бы Перрон. Понимаете, если бы реально Перрон был против Лао Цзи, я бы выбрал Перрона. Абсолютно выбрал бы Перрона. Очевидно бы выбрал Перрона, потому что Перрон основатель скептицизма, можно сказать, судя по легендам. Это Лао Цзи основатель даосизма. Перронизм мне был бы ближе, понимаете, в этом смысле, потому что я придерживаюсь чего-то подобного. Воздерживаюсь от суждений, воздерживаюсь от убеждений. Ну, секс-эмпирик, секс-эмпирик вторичен. Мы все-таки рассуждали, кто первичный, кто вторичный. Оказывается, это Лао Цзи первичный здесь. Лао Цзи. Победа Лао Цзи. Нет, вот финал, да, действительно, тяжело. Не, Лао Цзи крут, но Будда тоже крут, друзья. Ща. Ща, я, честно говоря, не знаю, кто круче. Кто круче, друзья. Не, Будда очень крут. Но Лао Цзи тоже очень крут. Лао Цзи. Лао Цзи, Лао Цзи хорош. Лао Цзи очень хорош. И Будда очень хорош. И Будда очень хорош. И Лао Цзи очень хорош. Будда основатель мощнейшей религии. Лао Цзи основатель менее популярной религии. Но в принципе они во многом похожи, как ни странно. И Будды, и Лао Цзи. Лао Цзи довольно-таки, знаете, таинственно формулировал свои предложения, и это, наверное, очень интересно. Будды, конечно, влиятельнее, но нахер нам влияние. По влиянию оценивают дети, как бы, друзья. Настоящие мудрецы оценивают по качеству мысли. Запомнили, да? Запомнили. Записали, запомнили. Ну, то есть, по влиянию победил бы какой-нибудь там Платон сейчас, вы понимаете? По влиянию. По влиянию Платон или Аристотель спорили бы в конце, и лол, кек, чебурек. Влияние ничего не значит. Проблема Будды заключается в том, что от него до нас не дошло ни одного текста. А, смотрите. Будда and all Buddhist philosophical tradition, как бы. То есть, и Будда, и Нагарджуна, и там все-все-все-все-все против Лао Цзи. Вы серьезно? Это как сопоставлять всю европейскую традицию против Лао Цзи, например, а? Нет, ну, то есть, стоп. Ну, вот в такой формулировке, конечно, Будда. То есть, Будда и вся философская традиция буддизма. То есть, это... Берем всю трепитоку. Вопросы Мелинды. Вопросы Мелинды тексты, вообще-то, сопоставимые с Дао Дэ Цзином, как бы, по уровню написания. Берем тексты Нагарджуны. Берем... Я не знаю. Все берем. Вообще весь буддизм. Вы что? Дигнагу там берем. Вы сумасшедшие, что ли? Нет, ну, стоп. Не, ну, тут невозможно. Буддизм, в целом, конечно, лучше. Его философская традиция превышает даже христианскую. Там настолько все круто, что, ну, вы просто вот читаете буддийскую традицию и такие... Вращаетесь в колесе сансары. Вот так вот, понимаете? На протяжении всего прочтения. Вы понимаете, в чем дело? Буддисты развивались в рамках жесткой системы споров индийской, в которой все было, ну, крайне неоднозначно. Крайне неоднозначно, друзья. И знаете, ну, то есть, сравнивать всю буддийскую традицию с одним Лао Цзи... Кек. Ну, это кек, как бы. Ну, это смешно. Это очень смешно. Разница между Буддой и Лао Цзи заключается в том, что у Лао Цзи доставлен... До нас дошел текст Лао Цзи? А от Будды нет. От Будды у нас трепитока дошла, и то не он писал. Платон влияниен по причине качества философии. Нет, у софистов круче философия была, кстати. Платон, ну, идеалист смешной, как бы. То есть... Платон смешной идеалист, который писал диалоги. Аристотель смешной идеалист, который допридумывал там логику и прочую такую херню. Ну, то есть, просто тенденция такая получилась. Я думаю, это чистая случайность. Вообще ни с чем не связанная. Но с Буддой здесь какая-то херня, потому что Будда and all Buddhist philosophical tradition. Ну, блин, ну, ну, чё это за херня? Аристотель и вся перепатетическая традиция, там, и вся традиция, которая исходит из Аристотеля. Знаете, вот так, если бы Платон и вся платоническая традиция. И то с Буддой не сопоставить это, потому что, блин, потому что, ну, платонизм, он как бы отжил своё в определённую эпоху. Ну, то есть, блин, платонизм-то, он исчерпал себя во многом определённое время, а вот буддизм, он до сих пор существует и очень долго развивался и будет развиваться. Ну, нет, здесь Будда, наверное. Здесь Будда, потому что... Будда and all Buddhist philosophical tradition. Лао Цзю. Лао Цзю. Нет, Лао Цзю не победит, друзья, сегодня. В такой формулировке Будда и все философии, все-все-все буддисты, все буддисты, там, которые философией занимались, это Васубанху какой-нибудь. Ну, блин, ну, то есть, ну, блин. Это то, что про вся философская буддийская традиция. Да, Аристотель до хера материалист со своими формами, ну, поздравляю вас. Платон тоже материалист, у него материя есть. Здравствуйте, Зак Дауманова. Разберитесь, пожалуйста, в различии между материалистами и идеалистами. Напоминаю, Будда and all Buddhist philosophical tradition – это реально мощь. Это реально мощь, это мощь, сравнимая со всей европейской философией. Вот по содержанию. Не по достижениям там фактическим, физическим каким-то, а вот по содержанию, ну, вот это мощь, это громада. Буддийская философия – это китайская философия буддизма. Там, Йогачара, не знаю, Хуайнань, там, не знаю, и так далее, и так далее, и так далее. Там, Дзен, и так далее, и так далее, и так далее. Без формулировки Будда или Лао-Дзи, наверное, Лао-Дзи. Ну, то есть, ну, блин, ну, ребят, буддизм, буддисты и вся буддийская философская традиция – это больше перипатетизма, это больше платонизма, сравнимо с христианством, как бы. Это просто сравнимо с христианством и всем, что из христианства следует. Это как взять, не знаю, взять Платона, Аристотеля и всех христианских мыслителей, там, всех мыслителей нового времени, там такая же будет, как бы, вариация идей, потому что у буддистов много идей, очень много разных идейных как-то подходов к буддизму. Просто терминология схожая. Буддизм – это тенденция, это не единая философия и даже не единая религия. Ну, буддизм с даусизмом тоже сравнивать неадекватно, потому что даусизм меньше, чем буддизм. Буддизм – это громада, это мировая религия, это религия, которая развивалась как минимум в двух больших странах, в двух больших философских регионах – китайском и индийском, плюс еще Тибет. В Тибете, правда, там поменьше всего. И не только в них, не только в них вообще-то. И Япония там, и вообще Дальний Восток в буддизме. Ну, то есть, я вам говорю, буддизм во многом больше христианства просто. Вот так вот, именно по содержанию, по содержательной философии он просто больше. И дошло до наших дней больше текстов. Понимаете, в чем дело? Я просто вот, я не знаю, как это сравнивать. Буддизм, ол-буддизм, даусизм, он не сравнится с этим. Даусизм поменьше. Более такой мясничковый, китайский. Хер знает. Честно говоря, хер знает. Будду и лаудзы сравнивать, если. Да не, ну, друзья, блин. Формулировка хуевая, конечно. Будда. Я, кстати, не обратил внимания сразу. All Buddhist philosophical tradition. Потому что, да, это было как-то неочевидно. Будда. Будда, 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 Будда. Будда, Будда, Будда. Практиковал духовные практики, создавал, работал над ними. Продолжал, отчасти, индийскую традицию, но отклонился от нее. Отклонился от нее. Не первый отклонился, заметим. Не первый отклонился. Были еще Джина Махавира, шесть теоретических учителей, включая Джину Махавиру, Махали Гасала, Пахутка Качаяна, не знаю, Аджита Кесакамбала и другие. То есть, Будда действительно не первый, но Лао Цзэ, наверное, тоже не первый, потому что слухи о 100 школах сходят в Китае давно. Их было типа 100 школ, как будто бы, философия, а дошло 6. Как это? Из 100 почему-то 6 перечисляется. Но даосизм ни на что не похож. Даосизм. Не, ну это несравнимые величины, как бы. Я даже не знаю, по каким критериям здесь различать. Это если бы, знаете, Будда был с одной стороны, с другой стороны Лао Цзэ, еще рядом просто вот Парменид еще был бы. Вот Парменид, Будда и Лао Цзэ. Для меня прям практически равные персонажи, о которых трудно спорить, потому что исторически достоверных данных о них нет. Тут очень рандомный выбор будет. Я не знаю, друзья. Мое почтение Лао Цзэ. Лао Цзэ, его книжка победила в прошлом. Когда мы книги выбирали, победила книга Дао Дэ Цзэ, напоминаю вам. Но давайте воздадим хвалу Будде, хвалу Трепитаки, которые, ну, по сравнению с Лао Цзэ, это громадный, громадный, огромный трактат. Это не трактат даже, это группа трактатов, группа текстов. Да, в тот раз победил Парменид. Если бы Парменид оказался среди этих мыслителей, было бы тяжело, тяжело было бы. Еще, было бы еще тяжелее, Парменид тоже гигант. Если бы был Перрон, победил бы Перрон их всех. Перрон и гений тоже. Скорее всего, Будда, друзья. Я склоняюсь к Будде, ну, ввиду того, что Лао Цзэ уже у нас побеждал, как бы. Лао Цзэ хорош, Будда хорош, они равны. Я считаю, они равны, но просто вот формально, формально победит Будда. Будда жульничал, но мы сейчас без этой формулировки судим. Конечно, Будда, Дугин, ничто. Будда. Пусть будет Будда. Что там, желтую посмотреть. Аристотель, Кант, Хайдгер, Платон, Ницше, Делес. Ну и вот на седьмом месте Будда. Августин здесь вот. Нет, Перрон просто основатель скептицизма. У меня просто два критерия оценивания мыслителей. Новаторство, с одной стороны. Новаторство, с одной стороны. Ну, то есть, какое-то продуктивное мышление. А с другой стороны, да, скептицизм. Я абсолютный скептик и основатель абсолютного скептицизма. А, я Прокла скипнул. Окей, бывает. Я не смог прочитать на английском. Ну, круто. Никогда не видел, как Прокла пишется на английском. А, Зенона здесь не было. Ну, Хайдеггер, попсовый мыслитель. Просто один из попсовистших мыслителей. Эммануил Кант, один из попсовистших. Аристотель, Платон, Ницше. Вот попса как бы. Делес странно, что здесь затесался. Последнюю страницу давайте. Мне плевать на Дашу Платонова, друзья. Ну, вот и люди, о которых никто не знает просто. Остались в самом конце. А тех, о которых мало кто знает. Хотя, хотя, знаете, Галковский здесь, видите. Никто за него особо не это... Не вступился. Чалмерс тоже отпал. Ну, вот прикольно. Прикольно, прикольно. Биомы, видите, тоже низко очень. Миран Дола тоже низко упал. Дильте... А, он был вообще? Я слил Дильтея когда-то? Что? Я не помню, чтобы я Дильтея сливал. Ну, да ладно, как бы. Ну, как бы да ладно, да. Да, и променит величайший философ, если судить по диалогу Платона. Я не знаю, что Галковский делает в тесте. Это, наверное, прикол какой-то особый. Либо фанаты Галковского решили провести этот тест. Почему Галковский не на последнем месте? Потому что о нем кто-то слышал, я полагаю. Так, Дугину здесь не место. Ну, нормально. Последние места, в принципе, объяснимы. Да и первые тоже, в принципе, объяснимы. Знаете, вот тупо самые популярные философы, которых чаще всего изучают, чаще всего которых, в общем-то, больше народа любит. Здесь все, в принципе, знаете, понятно, понятно. И Будда, кстати, странно, что так далеко, высоко прошел. Надо было выбирать, наверное, Лао-Дзе. Где Лао-Дзе находится? Чтобы быть более таким, знаете, олдскульным. Комфуции выше Лао-Дзе даже. Надо было выбирать Лао-Дзе. Вот Секс Эмпири, кстати. Кто-то его выбрал. Психи. Ну, прикольно. На первом Аристотеле, друзья. На первом Аристотеле. Что? Парменид? Где Парменид? А как? Я не видел Парменида. Стоп. Я не видел некоторых мыслителей здесь. В тесте. Спиноза у меня не было. Эй. У меня не было спиноза. Фриоги у меня не было. В смысле он не полностью прогрузился? Какого хера я выбрал максимальный тест? Что случилось-то? Как? Ясперса у меня не было. Эй. Ребят. Это все могло перевернуть игру вообще-то. Ну, как бы. Дюргейма. Был у меня дюргейм. Дюргейм был. Не будем жаловаться на дюргейма. Не. Ну, вы серьезно, что ли? Ну, это не смешно. Как бы. Просто вот. Просто подстава. Выбор был. Соловьева у меня не было. Я хотел слить бы Соловьева быстренько. Киркегор был. Киркегор был. Брентана не было. Эй. Ага, пройди еще раз. Какого хера я буду еще раз проходить? Я уже спать иду, друзья. Аренд не было. Аренд надо было слить. А я не слил. Блин, странно, странно. Нет, хороший тест. Очень много различных персонажей. Странно, что вот почему-то не прошли некоторые персонажи. Там, не знаю, четыре человека вылетело просто. Бибихина у меня не было. Дюргейм Философ, социолог и так далее. Алан Бадью был. 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 Аллаха не было. Кузанского не было, кстати. А, Проклус. Проклус. Все, понял. Да, я это тупанул. Сорян. Бывает. Ибн Рушта не было, кстати. Ну, в смысле? В смысле? Вообще, что ли? Ну, охерели. Холоссовский был. Гадамир был. Лахман был. Мамардашвили был. Вольф был. Ну, то есть, странно, странно. Странно, странно. Гватарии не было. Эх, странненько, странненько. Очень, очень странненько, очень странненько. Никола Лэнда не было. Чё такое-то, ребят? Как? Почему? Я же выбрал по максимуму вроде. Эй. 128 философов я выбрал